Всем привет! Вы на канале Веганки, и сегодня с вами я, Даша. Совсем недавно мы с Аней выкладывали наши новогодние столы. Видео вы можете посмотреть в описании, ссылочки на них. А сегодня я хочу поделиться с вами рецептом печенек, который я готовила перед Новым годом для создания у себя новогоднего настроения. Эти печеньки очень простые в приготовлении, но при этом очень вкусные и имеют такой очень рождественский, ну, у нас в стране новогодний вкус. Там очень много специй, их очень круто пить с любыми горячими напитками, которые вам нравятся, поэтому готовьте эти напитки, и давайте сначала посмотрим это видео. Печенье, которое мы сегодня готовим, называется Pepper Kakor. Это печенье шведское. Я брала его рецепт с настоящего шведского сайта рецептов, просто заменила веганские ингредиенты на веганские. Поэтому это полностью веганский рецепт, вы можете спокойно его готовить, и радовать себя и своих домочадцев. Итак, приступим к приготовлению печенья. В принципе, все ингредиенты, которые нам понадобятся, достаточно обычные, простые. Единственное, это маргарин. Маргарин нам понадобится обязательно веганский. Чекайте, например, сайт VeganRussian, где вы можете посмотреть, веганский ли этот маргарин. Сначала мы смешиваем масло, сахарную пудру, но здесь я просто сахар в кофемолке перемолола, и сироп. У меня был сироп финиковый, но вы можете взять абсолютно вообще любой, который вам нравится. Естественно, веганский. Теперь все это перемешиваем в такую плюс-минус однородную массу. Теперь добавляем немножко воды и специи. Все ингредиенты и их вес, объем будет в описании. Также не забываем добавить соду. Именно соду, не разрыхлитель. И в конце добавляем муку. Теперь вымешиваем все в однородное тесто. Сейчас оно недостаточно однородное, такое вы видите немного комочками. Тесто мы оставляем на ночь в холодильнике, обязательно прикрыв чем-то, чтобы оно не заветрилось. Вот так выглядит тесто после ночи в холодильнике. После того, как мы его достали, мы его вымешиваем, и оно получается уже гораздо более такой приятной, гладкой текстуры. И мы его раскатываем. Раскатываем примерно в пласт 5 миллиметров плюс-минус. И теперь формируем печеньки с помощью формочек. У меня вот такие прикольные, как мне кажется, красивые формочки в форме уточки, или гуся, или лебеди, я не знаю, зайчика, звездочки, сердечка и елочек всяких. Ну, короче говоря, делайте такой формы, как вам нравится. Можете просто круглые с помощью стакана наделать. После того, как мы наформировали печеньки, мы их аккуратненько перекладываем на пергаментную бумагу, чтобы затем запечь. И мы их оставляем в духовке до золотистости. Лучше ориентируйтесь на свою духовку. Когда вы достанете печеньки, они не будут твердыми, как печенье, они будут мягкими, но не переживайте. Дайте им остыть, и они станут такими более плотными по текстуре. Теперь переходим к готовке к лазуре, к которой мы будем украшать наши печеньки. Здесь просто мы смешиваем лимонный сок с сахарной пудрой. Важно взять именно хорошую сахарную пудру, не просто перемолоть в кофемолке сахар, как я делала для печенья, а именно взять сахарную пудру. Теперь я сама сделаю такой типа кондитерский мешок из пергаментной бумаги. Я просто сложила лист пергаментной бумаги пополам, и теперь сворачиваю в кулек. Здесь я пытаюсь сделать это одной рукой, но потом я сделала это двумя руками, скрепила скрепкой, чтобы держалась лучше, и теперь мы туда вовнутрь заливаем нашу глазурь. Никаких дырочек специальных я не делала, там и так достаточно получается дырочки этой достаточно. Вот. Просто выдавливаю глазурь на печеньки, и все. Покрываем печенье глазурью после того, как все печеньки уже остыли, иначе она просто потечет. Вот такая вот симпатичная штука у меня получилась. Не надо меня серьезно судить, это был мой первый опыт. В принципе, это было прикольно, но достаточно, конечно, ответственно чувствуешь себя в этот момент, особенно если собираешься снимать на видео в итоговые печеньки. Наливайте себе чай, кофе, глинтвейн, или любой другой горячий или горячительный напиток, который вам нравится, и наслаждайтесь. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забывайте поставить ему лайк, приготовить эти печеньки, создать себе новогоднее настроение еще на всю оставшуюся зиму. И делитесь в комментариях, что вы готовите для того, чтобы создать у себя хорошее, теплое, приятное настроение. Обязательно делитесь веганскими рецептами. И делитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми. До новых встреч. Пока!